На перерыв между сессиями депутаты Заксобрания уходят с хорошим настроением. То, что своей работой довольны, видно по лицам кубанских законодателей перед началом заседания. Политический сезон для парламентариев действительно оказался успешным. На федеральном уровне удалось, что называется, продавить не одну региональную инициативу. 13 инициатив, которые были уже в работе, сейчас находятся, прошли Государственную Думу и с ними работает Совет Федерации. Поэтому, естественно, это увеличение по памяти на два законопроекта больше, чем предыдущий год. На год текущий, во время 52-й сессии ЗСК, депутаты одобрили изменения в краевой бюджет. Дополнительные деньги направят в сферы здравоохранения и образования, увеличат финансирование и на содержание региональных автодорог. Увеличение происходит на 1,681,4 миллиона рублей. Из указанного увеличения 1,244 миллиона рублей пойдут на региональные межмуниципальные дороги. И 436,7 миллиона рублей оказана будет помощь муниципальным образованиям в ремонте автодорог общего пользования местного значения. Пересматривать бюджет в этом году приходилось почти на ходу. Изменения диктовал кризис, который заставлял под него подстраиваться. Сбалансированность доходов и расходов краевой казны удалось достичь совместной работой исполнительной и законодательной власти, подчеркивает Вениамин Кондратьев. Итоги парламентского года он подводит вместе с депутатами. Сегодня можно говорить о результатах, но только самый оголтелый крикун может требовать каких-либо результатов от нашей совместной деятельности за год. Но тем не менее, самый главный результат – это экономическая стабильность и социальная стабильность в нашем крае. Чтобы был результат еще лучше, нужна очень сильная, мощная экономическая база. И в бюджетных фондах, и в небюджетные фонды тоже должны как-то пополняться. Мы сбалансировали расходы с доходами. Многие хотелки убрали, амбициозные проекты убрали, которые на жизнь особо не влияют. Жизнь обычного человека, селянина, горожанина мы ввели на первый план. И вот на это мы денег не пожалели. Здесь ни одной программы мы не сократили. Ни в социальной, ни в здравоохранении, ни в образовании. Приоритеты просто расставили по-другому. Результат и то, что в этом году, в кризис, когда региональные бюджеты сужаются, к Краснодарскому краю удалось сдержать рост государственного долга. К концу года он составит 145 миллиардов рублей. В идеале, конечно, совсем отказаться от дотации, но для этого кубанская экономика должна быть максимально устойчива к внешним факторам. Необходимо развивать малый и средний бизнес. На их поддержку выделят 378 миллионов рублей. Продолжится и реализация технопарков, площадок, объединяющих в одном месте несколько производств, в том числе инновационных. Не просто принималось решение по технопаркам, потому что как приживутся, как пойдут, но это тоже новый этап в развитии экономики, и на это нужно идти. И, в общем-то, работа эта продолжается. Один из самых серьезных прорывов краевых властей в этом году – предоставление земли фермерам без торгов. Эту инициативу глава региона без преувеличения пробивал на федеральном уровне. По словам Вениамина Кондратьева, изменения в земельном кодексе должны появиться в декабре. И это еще один весомый аргумент, чтобы импортозаместиться в сельском хозяйстве, что весьма актуально для кубанских фермеров на фоне потепления отношений между Россией и Турцией. Мы эту поддержку им оказали, а дальше спрос с них. Вот тогда не было Турции. И вся возможность для того, чтобы развиться и зайти на наш внутренний рынок, у них была. И закрепиться на нем. Когда Турция сегодня открылась, и это, в принципе, с точки зрения политической ситуации, это победа сегодня нашей российской дипломатии, победа нашего президента, вот они должны доказать, что сегодня они уже на рынке. Хазиева на нашем внутреннем аграрном рынке. Но я считаю, что в прошлом году, когда все решения по господдержке, еще раз подчеркиваю, беспрецедентные принимались, они принимались вовремя. Внести изменения в федеральное законодательство. Региональные власти попытаются и в туристической отрасли. Проблема мини-гостиниц, которые маскируются под частные дома и никем не контролируются, назрела давно. Особенно остро вопрос стоит для курортного Краснодарского края. Частный сектор нужно уже выводить из тени. Мы об этом говорим, и поверьте, не один год, и, наверное, не один десяток лет. Я уверен, что если мы будем последовательными и грамотно доказывающими эту необходимость, то на федеральном уровне мы все-таки получим закон о статусе гостевых домов и мини-гостиниц. У нас сегодня отдыхающих так много на побережье, что не то, что лечь, присесть невозможно, а налогооблагаемая база не совсем как по этим отдыхающим растет. Вот в чем парадокс. Мы не против, чтобы зарабатывали. Частный бизнес пусть зарабатывает, и мини-гостиницы, и вестевые дома. Ну, коллеги, как и положено, платите налоги. И спите спокойно. Сегодня содержание пляжей, инфраструктуры, все находится на краевом муниципальном бюджете. А выхлопа-то, по большому счету, говоря по-русски, никакого. Несмотря на то, что для кого-то подобные решения могут оказаться непопулярными, обращать на это внимание и в администрации, в парламенте не намерены. Многие проблемы, которые где-то уже и поросли мхом, конечно, нужно проявлять волю и характер. Где-то забыть про пиар, чтобы мы достигли вот того самого результата, о котором я говорю. И я здесь еще раз хочу вам сказать спасибо вот за волю и за характер в принятии решений и за последовательность, с которой мы к этим решениям шли. Отстаивание интересов региона на федеральном уровне продолжится в сентябре после выборов в Государственную Думу. И в новом составе Кубань намерена усилить свои позиции. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.